Здесь холст и масло, графика и аппликации, вышивка и войлок, дерево и металл. Своего героя сказок Шурале художники изобразили каждый в своей технике. В татарской литературе Шурале родной мифологический образ. Судя по некоторым картинам, в чем-то похож на Лешева из русской народной сказки. И живет, кстати, тоже в лесу. Интересно, даже очень интересно. Сейчас только кто-то говорил, по-моему, что защекотать может, если кто-то с недобрыми намерениями пришел в лес. Ну, вообще-то не страшно, но необычно, очень даже необычно. Просто я даже не ожидала, что вот так может такая композиция быть о лесном духе. Запах леса, ягодных полян, запах детства. Именно такие чувства вызывают у авторов картин образ Шурале, созданный знаменитым татарским поэтом. Художники получили задание изобразить лесного духа в год культуры, в год празднования 127-летия со дня рождения Габдулы Тукая. Фонд Марджани в Москве есть, который задал им тему по сказкам Тукая. Эта выставка посвящена 127-летию известного очень поэта татарского Габдулы Тукая. И они им задали художникам. Художников здесь многообразие. Кто-то описывает, что Шурале сочетает в себе мощь деревьев и красоту цветов, кто-то напротив видит его хитрым и злым. Посетив выставку, каждый увидит что-то своем, сделает свои выводы, поделится в книге отзывов своими впечатлениями. Выставка уже побывала в Уфе, Казани, Москве. После Белова, следующими в Кузбассе, ее увидит ленинск-кузнечане.